Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как хорошо меня видно и слышно. Нажмите, пожалуйста, на изображение огонька рядом с полем ввода чата, чтобы я увидел, что вы меня видите и слышите. Так, ну еще кто-нибудь подтвердите, пожалуйста. Вижу пока только одно подтверждение. Хорошо, спасибо. Ну что ж, мы с вами начинаем наш предпоследний в этом сезоне вебинар. И в некотором смысле я могу вас поздравить с окончанием седьмого сезона Директ Академии. Завтра у нас будет последний вебинар, о нем я скажу чуть позже. А сегодня мы практически с вами прощаемся. Ну, по крайней мере, я как руководитель Директ Академии до следующего сезона, который начнется, как всегда, у нас 1 сентября 2023 года. Ну, прежде чем приступить к освещению сегодняшней темы, я просто напомню вам то, что написал в чате. В чате располагаются четыре полезные ссылки. Одна из них ведет на нашу главную страницу. А на главной странице, обычно я говорю, что вы можете зарегистрироваться на все оставшиеся вебинары нашего года, но остался всего один вебинар. Вот, поэтому я предлагаю вам... Да-да-да-да-да, Татьяна, совершенно верно. Завтра будет интересная тема, о ней я сейчас скажу. Вот, единственный вебинар, вы сможете на него зарегистрироваться прямо с той ссылки, которую я сейчас дам в чате. Вторая ссылка ведет на наш канал на YouTube, на котором у нас уже более 14 тысяч подписчиков, и каждый наш вебинар мы выкладываем туда. Поэтому, если кто-то еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Третий пункт я пока опускаю, потому что информация об онлайн-курсах у нас появится в ближайшее время. Мы начинаем планировать наши онлайн-курсы на следующий сезон, и хочу отметить, что примерно 3-4 курса уже совершенно понятны нам, которые пройдут в сентябре-октябре, но информация о них появится чуть-чуть попозже. Вот. Ну и я хотел бы... Да, ну и, как всегда, на наш вебинар вы можете... После нашего вебинара вы сможете приобрести сертификат. Как это сделать? По четвертой ссылке, пожалуйста, пройдите и увидите. Тот самый последний вебинар, о котором идет речь, я информацию о нем кидаю вам в чат. Проведет вебинар Сергей Пехтовников из БАЖГУ. И называться он будет «Искусственный интеллект в образовательном процессе возможности применения». Вот. Вот такие дела. Сегодня у нас одно только объявление об анонсе и вообще достаточно короткое введение. И я приступаю к освещению нашей сегодняшней темы. Тема «Основы эффективной работы СБС. Университетская библиотека онлайн». А это значит, что мы сегодня рассмотрим некоторые аспекты. Да, презентация, как всегда, в разделе «Файлы». Ее можно скачать, она доступна для скачивания. В сегодняшней теме мы с вами коснемся некоторых аспектов работы с университетской библиотекой онлайн, которые позволяют повысить эффективность. Ну, скажем так, функционал в той или иной степени, он все равно зависит, завязан на эффективность. Но мы поговорим о том, что позволяет работать быстрее и лучше. Несколько слов об университетской библиотеке онлайн. Вот я сейчас посмотрел новые цифры. В нашей библиотеке около агрегируется уже более 160 тысяч книг. Да, ну, я не буду еще раз повторять, что университетская библиотека онлайн – это флагманский продукт компании «Директ Медиа» – электронная библиотечная система. О ней пойдет роль. О ней пойдет речь сегодня. У нас около 450 вузов-подписчиков. Мы агрегируем около 20% рынка АБС в России. Сотрудничаем с более чем 400 издательств. Из них более сотни издательств – это вузовские издательства. Вот, ну, и некоторые другие тут цифры приведены по поводу охвата аудитории и количества пользователей, который, кстати, из года в год растет. Наши принципы основные – это перечислены вот здесь. Один из наших слоганов – это «Больше чем АБС». Мы агрегируем не только книги, но и различные формы электронного контента, в частности, мультимедиа контент. Мы интегрируемся с разными информационными системами, включая такую, например, важную систему, как «Антиплагиат». У нас есть дополнительные проекты учебного характера. Это проекты «Артпортал» и «Энциклопедиум». Проекты бесплатные или условно-бесплатные. «Артпортал» – это условно-бесплатный проект, то есть основным его функционалом можно пользоваться бесплатно, а дополнительным – по подписке. Что касается «Энциклопедиума», это абсолютно бесплатный проект, который включает в себя справочные и энциклопедические… около тысячи справочных и энциклопедических изданий из университетской библиотеки онлайн. Мы реализуем печать по требованию. Более того, в этом году мы это делаем прямо у себя на борту, то есть мы приобрели печатное оборудование для того, чтобы делать это быстро и хорошо. Так что такая функция у нас есть, и любую электронную книгу можно распечатать и получить в виде жесткой копии, бумажной копии. Мы занимаемся продвижением наших авторов «Фринц». Ну и, наконец, у нас есть такой проект, как «Директ Академия», который, собственно, вы сейчас и… который вы сейчас и используете. Это онлайн-школа, которая проводит бесплатные вебинары, проводит мастер-классы и онлайн-курсы, которые уже не являются бесплатными, являются нашим коммерческим продуктом. Вот вкратце о том, что такое экосистема, электронная библиотечная система, университетская библиотека онлайн. Ну и давайте перейдем, собственно, к конкретике. Вот главная страница. Примерно так выглядит главная страница университетской библиотеки онлайн. Вот здесь есть главное меню наверху. Вот. Но сегодня я о нем говорить не буду и сразу перейду к тем пунктам, которые, к тем сервисам, к тому функционалу, который позволяет работать нам более эффективно. Один из главных, скажем так, скрытых моментов в пользование университетской библиотекой онлайн – это наша страница предпросмотра. Ну, собственно, это такая естественная страница, которая возникает во всех электронных библиотеках. Между страницами поиска или каталога и непосредственно читалкой, где вы уже начинаете что-то читать. Это страница, на которой агрегирована вся информация о книге, которую вы только что выбрали. Поместили в подборку или как-то еще пометили. С одной стороны, это такая страница-прокладка, которая вроде бы лишняя на пути к чтению, потому что хочется сразу быстро читать. А с другой стороны, это очень важный момент, который содержит... Она содержит очень важную информацию, агрегированную по книге, которая очень важна до чтения. Почему очень важно эту страницу внимательно рассматривать? И вообще, зачем она нужна? Дело в том, что между подбором книг и чтением лежит некий... С одной стороны, некое время, а с другой стороны, некий логический уровень. Сразу читать все, что вы нашли, не получится, просто потому что находите вы несколько книг, а читать надо по одной. Если вы сразу погружаетесь в чтение, вы лишаете возможности себя подобрать ту книгу из уже выбранных, которые в наибольшей степени вам подходят. Поэтому для того, чтобы понять, в какой... Вообще, правильно ли вы осуществили подбор, в какой последовательности читать книги и так далее, вам надо познакомиться со страницей предпросмотра. Страница предпросмотра у нас вот такая, достаточно интенсивная по количеству информации и по ее интерактивности. Вы видите, что здесь все, что помечено синим цветом, это кликабельно, это авторы, дисциплина, жанр, издательство. Две или три кнопки есть, выберите действия об этой кнопке, отдельно потом поговорим. Читать онлайн, собственно, кнопка читать онлайн и переводит нас в режим читалки. И три вкладки внизу, которые позволяют нам ознакомиться с дополнительной информацией. Это библиографическое описание книги, аннотация и содержание. Ну, с аннотацией все понятно. Библиографическое описание, ну, вроде бы все естественно. У книги должно быть библиографическое описание. Ну, в электронной библиотеке важно, что это поле, которое можно взять и скопировать копипейстом. И в данном случае речь идет о том, что эта возможность, вроде бы естественная, но я обращаю на нее внимание, потому что она очень важна для студентов, аспирантов, молодых ученых. Важна она потому, что позволяет достаточно просто взять библиографическое описание и перенести его в свой собственный документ, реферат, эссе, первую научную работу и так далее. Беда в том, что молодые молодые ученые или студенты-старшекурсники в их работах должен присутствовать список литературы, список источников, и его надо делать по ГОСТу. А библиография не простая наука на самом деле, и чтобы это сделать, нужно еще кучу всего знать, чего на данном этапе люди еще не совсем знают. А в результате получается такая неприятность, что это занимает у людей большое время, и поэтому они просто игнорируют некоторые источники и вроде и не ссылаются на них. Получается, что такая невольная в работе происходит невольные нарушения авторского права, невольный плагиат, и это совсем не здорово. Если по крайней мере на первом этапе работы с источниками люди получают информацию, копипейстить библиографическое описание, то это здорово, потому что хотя бы они привыкают все источники указывать. Аналогично со списком литературы, так, где-то у меня тут, вот, да, список литературы, который ниже появляется. Список литературы, если он есть в книге, мы его тоже оцифровываем и помещаем на страницу предпросмотра, а не только в саму книгу. Ну, собственно, по той же самой причине, которую я только что упомянул, с тем, чтобы иметь возможность сразу взять описание этих книг при необходимости. Вот. Кнопочка «Выберите действие». Кнопка «Выберите действие» она универсальная и она возникает у нас не только на странице предпросмотра, но на многих других страницах. Эта кнопка позволяет выбрать некие дополнительные действия в зависимости от той роли, которая у вас есть в информационной системе. Преподаватель, студент или библиотекарь тут разный набор действий, которые вам возможны. Многие списки еще по старому ГОСТу. Ну, вот Татьяна как специалист в библиографии меня поправляет. Ну, да, конечно, немножко доработать. Ну, я думаю, что по сравнению с теми описаниями, которые студенты пишут сами из головы, дорабатывать там гораздо меньше надо. Вот. Вот. Вернусь к выбору действия. Итак, это некоторые действия, которые можно выбрать контекстно, в зависимости от того, где вы на какой странице находитесь. Как правило, это какие-то операции с описанием книги, с самой книгой, либо со списком изданий. Вот. Вот. Если вы находитесь на странице предпросмотра, это, например, вот такие возможности добавить на книжную полку. Об этом я отдельно буду говорить. Добавить книгообеспеченность. Это возможность для преподавателей и библиотекарей. А также получить информацию в Русмарк или получить информацию в Марк 21. Но в основном это нужно для АБИС. Может быть, для каких-то других возможностей тоже это необходимо. Переходим, собственно, к читалке. Наша читалка, ну, в общем, не то, чтобы она унифицирована с любыми другими читалками, но содержит в основном все те же функции, которые есть в любой читалке. не буду говорить о каждой кнопочке. Первое поле из четырех кнопок предназначено для управления масштабом воспроизведения. Второе поле для листания вперед-назад, в конец книги, в начало книги, либо на конкретную страницу. О третьем поле отдельно скажу. Четвертое поле для поиска по книге полнотекстового. пятое поле, в нем я хотел бы отметить закладки, которые очень удобны и которые разумеется сохраняются от входа к входу в систему именно в вашем аккаунте. То есть это именно ваши закладки будут видны не только все, кто читал эту книгу. То есть не только, а не все закладки, а конкретно ваши, то есть это привязано к вашему аккаунту. А что касается поля 3, то тут есть интересные возможности. Во-первых, вот кнопочка, где написано PDF, через нее вы можете скачать единовременно до 10% книги в формате PDF для собственного пользования. Обращаю внимание, именно для собственного пользования, а не для публикации. Вот публикация даже 10% книги будет нарушать авторские права автора, права обладателя, если быть более точным. Но для своего собственного употребления вы можете это сделать. Делать вы это можете многократно, то есть по кусочку скачать можно и всю книгу. Вот тоже касается и кнопки с нарисованным принтером. Абсолютно то же самое, только в данном случае сохранение происходит не в PDF файл, а печать на принтер. Ну и наконец очень интересная кнопка слева с изображением косой черты. Эта кнопка позволяет нам взять некий код и вставить его потом в любое место в интернете, где у вас доступ доступ к HTML коду. И посредством этой кнопки вы можете вставить любые, единовременно вставить до трех страниц текста любой книги в любой открытый источник, в ваш блок, в ваш курс в системе дистанционного обучения, в сайт вуза и так далее. Почему это возможно? Почему это только в песочницу? Нет, я пробовал, в тильде вставляется нормально в любой источник. В песочнице там немножко другое, там дополнительные возможности через мудловский плагин специальный, но сегодня об этом говорить не буду. Вот, значит, вот как выглядит этот код. Здесь вы ввозите диапазон страниц и можете поступить двояко, либо взять ссылку на страницу, на которой будет расположена эти три страницы. Да, я забыл сказать, вот, забыл сказать, что почему это можно делать, да, не нарушая авторского права. Ну, потому что вставляется не текст этих страниц, а вставляется наша читалка, в которой хранятся эти три страницы. То есть другими словами, вы как бы у себя поднимаете на своей страничке вот такой мини-ЭБС, в которой вот эти три страницы хранятся. Можете взять как код страницы и тогда просто сослаться на страницу отдельную, где эти три страницы находятся, либо взять iFrame, то есть код вставки, и вставить его с тем, чтобы это на вашей собственной верстной странице возникло, возник этот фреймик, в котором бы ваши кусочки из книг были вставлены. Делать это можно произвольное количество раз, то есть три страницы это ограничение, не общее ограничение, а ограничение на один раз, на одну вставку. Вот. Для чего это надо? Это, ну, в принципе, это надо для того, чтобы кроме подробного цитирования, это еще очень важно для производства каких-то производных произведений, например, электронных учебников или электронных курсов, которые основаны на выборке из чужих учебных или научных изданий. Вот. Попробуйте, это должно быть интересно. Несколько слов о каталоге. Наш каталог, традиционно наш каталог делится на несколько частей. Это каталог ББК, два каталога, точнее, это один в двух лицах, каталог УГС и каталог по разделам. Для работы в, для подбора учебной литературы больше всего подходит каталог УГС, в котором можно выбирать, удобно подбирать через фильтры различную учебную литературу. Ну, выглядит это примерно вот так. Вот здесь выбран каталог УГС для высшего образования, выбрана самая первая УГС математика и механика и в ней мы ставим фильтры, то, что мы хотим искать только учебные издания, только для бакалавриата, только в дисциплине алгебра и теории чисел и это должна быть только основная литература, а не дополнительная. и вот на выходе мы получаем снизу можете посмотреть 18 изданий, из которых мы далее можем подобрать то, что нам надо. Здесь у нас тоже есть кнопочка выберите действия в каталоге и здесь можно скачать список подобранных книг в формате Excel, в формате CSV или опять скачать список в библиографический список в Русмарке и МАК-21. Примерно так же работает наш поиск ну так же с точки зрения наложения фильтров. Конечно внутри себя поиск работает совершенно по-другому и это два совершенно разных способа подбора поиска литературы, то есть подбор через каталог и поиск это разные способы нахождения одного и того же. Разумеется студентам больше нравится поиск, потому что это больше соответствует современным способам нахождения чего-либо. Мы работаем одна из наших основных направлений деятельности это постоянная работа над поиском и повышение его релевантности. Вот что касается того, что в поиске можно сделать, кроме самого поиска как такового, это наложить те же самые фильтры, о которых я говорил только что. Фильтр по авторам, фильтр по коду ББК, фильтр по УГСН, по типу издания, учебное, научное и другие виды литературы, по уровню образования, бакалавриат, магистратура, аспирантура и так далее. по издательству, если оно известно, и по году издания, начиная с... Ну, так как требования обычно идут к тому, чтобы книги были более новые, то тут не два... не два года от и до, а только нижний порог приводится. Ну, вот и последнее, что было сделано у нас с поиском, это поиск по ошибочным запросам, то, что, собственно, давно реализовано в Яндексе, в Гугле и так далее. Ну, надо иметь в виду, конечно, что наши поисковые системы, с которыми мы привыкли работать, это флагманы поисковых... поисковые флагманы, и внутри наших систем мы их постоянно догоняем и пытаемся реализовать то, что у них уже реализовано. Вот в данном случае поиск по ошибочным запросам добавлен тоже в функционал нашего нашего поиска. И тут вот как раз пример того, как эти слова понимаются. Две важные функции, о которых я сейчас расскажу, два важных сервиса, это сервис обновления контента, по которому... Раньше этот сервис был доступен только библиотекарям и только в его личном кабинете, а сейчас он доступен всем и по меню сервисы обновления контента. И возникает вот такая вот страничка, в которой вы можете самое главное ввести даты, по которым вы хотите получить информацию об обновлении контента, то есть что нового пришло в нашу библиотеку. Даты произвольные, не обязательно какие-то пред... запомненные даты, как раньше это было, с любой даты по любую, и тут действует та же самая система фильтров и кнопка «Выберите действие», как в предыдущем пункте. Почему нужны фильтры? Ну, потому что очень много книг приходит на самом деле, там, до тысячи, полутора, полутора, полутора тысяч книг каждый месяц приходит, и если вы там заказали, например, посмотреть новинки за последние два месяца, вам вывалится огромное... ну, много книг различных. Вот, поэтому лучше применять новинки одновременно с фильтрами и смотреть, что пришло новое за какой-то этап. Обращаю внимание, да, это не обязательно новинки последние, то, что пришло за последнее время, но вы можете посмотреть новинки, которые были, например, за август прошлого года. Книжная полка тоже очень важный элемент эффективной работы СБС это использование книжной полки. Книжная полка в общем случае имеет достаточно простую идею, это отложенные книги. но смысл в том, как вы этими отложенными книгами можете пользоваться. Самое простое это вообще используя поиск или используя отбор по каталогу какие-то книжки кидать на свои книжные полки. книжная полка не одна, это несколько именованных областей информационных, в которые вы помещаете какие-то издания. Книжная полка естественным образом разбивает процесс поиска и чтения на логические этапы. первый этап это собственно поиск и на этом этапе вы больше занимаетесь тем, чтобы найти как можно больше источников по вашей теме. Вот, эти источники вы можете положить на книжную полку и они точно не пропадут. Ну, то есть вы уже не забудете про них. А потом эти книжки можно просматривать, удалять из книжной полки, если вы неправильно подобрали, добавлять туда что-то и таким образом потихоньку находить те книжки, которые описывают область, интересующую вас в данный момент. Вот, это первый и самый естественный способ использования книжной полки. Второй способ это собственно использование книжной полки для информирования других пользователей ЭБС чаще всего это ваших студентов если вы преподаватель или библиотекарь о том, что имеется такая подборка литературы. Книжная полка у каждой книжной полки можно получить ссылку на нее и передать эту ссылку любыми способами группе людей. Ну, например, у вас есть группа в системе дистанционного обучения, которая что-то изучает, либо группа студентов, контакты которые вы имеете и можете сделать рассылку почтовую, либо у вас есть группа в телеграме, неважно. Главное, чтобы все эти люди имели доступ в ЭБС. и тогда они получают доступ к вашей на чтение, разумеется, не на изменение, а на чтение. Доступ к вашей книжной полке, а на этой книжной полке вы можете подобрать те книги, которые нужны, например, для изучения вашего предмета, который вы преподаете этим студентам, либо это может быть книжная полка, которая создает библиотекарь для студентов первокурсников, которые только пришли в ВУЗ, и им нужна какая-то литература, они еще не освоили ЭБС, тем более, что их несколько в ВУЗе, и им все, кроме ЭБС, у них хватает стрессов, и они еще не умеют искать как следует. Вот для них такая ссылка на книжную полку с полным перечнем литературы, которая им нужна, является таким спасательным кругом. Поэтому этот сервис, он очень важен, и мы будем дальше развивать и интегрировать с другими сервисами, и возможно заменять какие-то другие сервисы на этот сервис, ну в частности у нас был сервис поисковых выборок, который теперь является по сути дела под множеством книжной полки, мы его будем удалять из системы. Вот, так что используйте книжные полки для того, чтобы делиться информацией с вашими студентами и другими участниками университетской библиотеки онлайн. Тесты. У нас есть тесты, которые встроены в нашу сейчас я уберу прошу прощения уберу то, что нам мешает закрою мессенджер. Вот, значит, к некоторым нашим изданиям есть тесты. Тесты созданы либо самими преподавателями, либо другими преподавателями, которые придумывают тесты по тексту каких-то учебников. Тесты существуют потому, что у нас в ВБС есть собственный тестовый движок реализованный. Он достаточно простой, но эффективный, содержит все традиционные форматы тестовых заданий. Вот, и если тест существует, то его можно использовать по разными способами доступ к нему осуществить. Например, на странице предпросмотра содержится содержится такая четвертая вкладка вместо трех обычных библиографическое описание, аннотация и содержание, либо из читалки вот внизу возникает тесты к изданию. Такая кнопочка. тесты могут быть через специальный конструктор. Если вы хотите создавать тесты к какому-то изданию своему или чужому, вам надо попросить... Да, вы должны быть в роли не меньше, чем преподаватель, и вы должны обратиться в нашу техподдержку с просьбой подключить вам возможность доступа к тестовому движку. После этого вы получаете доступ формировать тестовые задания. Тестовые задания могут быть разные. Вот такие. Выбор одного варианта из многих, выбор нескольких вариантов из многих, то есть такой традиционный multiple choice, просто текстовый ответ, тексты на сопоставление и тексты на установление последовательности. в общем, традиционные четыре варианта, ну, первые два это, по сути, дело один вариант, вот, традиционные четыре базовых варианта для тестирования. Что можно в тестах использовать? Можно использовать мультимедийные источники, то есть вы можете использовать картинки, звуки и видео размером до двух мегабайт. Причем можете использовать их как в вопросе, так и в ответе и дистракторах ваших. Вот, ну, это создает дополнительные возможности, и эти возможности, они сильно увеличивают возможности тестирования, да, то есть особенно это важно для каких-то, ну, для языковых дисциплин, далее, для тех дисциплин, где важно, например, что-то послушать, прежде чем дать ответ, ну, а видеофрагменты, они достаточно универсальны, тем более картинки, да, они достаточно универсальны, и их иногда удобно давать в тестах по любым областям знаний. Да, ну, тут вот как раз написано о том, о чем я говорил, да, причем можно давать видео и звуки не только путем загрузки, но и путем указания пути на YouTube на какой-то YouTube файл. Важно тут, правда, иметь в виду, что тест это такая вещь достаточно важная, поэтому вы, если вы не уверены, что канал не исчезнет на YouTube, например, это ваш собственный канал, и вы за ним следите, тогда это можно делать. Если вы просто нашли где-то YouTube ролик, не стоит его помещать в свои вопросы или ответы. Ну, и вот мы, собственно, приблизились к концу. Последний пункт, который я указал, как можно повысить эффективность работы, это ходить к нам на вебинары Директ-Академии. Я надеюсь, вы знаете наш адрес, если нет, вот он приведен. Несколько слов о Директ-Академии еще раз. Мы реализуем бесплатные вебинары, которые проходят каждый день рабочий, а то и по два вебинара в день. Проводим также мастер-классы платные. Платные мастер-классы это такое нечто больше, чем вебинар. Это вебинар с конкретным практическим результатом по какой-то практической теме, которую надо быстро освоить. Ну и самая большая форма наша это онлайн-курс. Как правило, мы проводим 72-часовые онлайн-курсы. Будем осваивать и некоторые другие формы, например, более длительные курсы в следующем сезоне. Ну вот, как-то так. На этом собственно мой сегодняшний рассказ заканчивается и если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вебинары подобные сегодняшнему мы обычно проводим где-то раз в полгода, поэтому если вам надо будет направить на подобный вебинар кого-то из преподавателей, библиотекарей, ну, во-первых, можно будет показать всегда запись, а во-вторых, в начале следующего сезона мы обязательно будем проводить еще вебинары про университетскую библиотеку онлайн и другие проекты компании Директ Медиа. Ну что ж, большое спасибо тогда всем. Я лично с вами прощаюсь до следующего сезона. Да, я давайте я вам напомню, как получить сертификат. сертификаты вы сможете приобрести примерно через 5-10 минут после окончания нашего вебинара, после того, как мы загрузим информацию об участниках в нашу сертификатную систему. вот. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, до встреч в новом сезоне. Не забываем, что завтра у нас еще последний день и очень интересная тема. Приходим на последний наш вебинар. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok